Магазин мяса на Химаше пользуется небывалой популярностью. Туда заглядывают не только покупатели, но и крысы. Грязунам там есть чем поживиться, уверены жильцы того же дома. Не дождавшись, когда владельцы торговой точки отравят крыс, сами соседи натравили Роспотребнадзор. Но что делать, если штраф сам врачи выписали, а ситуация не поменялась? Ответ готов подсказать городской дозор. У жителей, соседствующих над магазином мясопродукты, поселились незваные квартиранты. Дошло до того, что мыши и крысы буквально выживают хозяев из дома. Теперь жильцы грызут хозяев соседнего магазина. Они уверены, именно новые арендаторы виноваты в появлении крыс. Прежде на этом месте тоже торговали продуктами, но грызунов в квартирах не было. Потому и проблему не сразу поймали за хвост. Поначалу соседи грешили друг на друга. Она потому что на нас, говорит, вы, почему мы шеи развели? И без чего вдруг мы-то развели? А у нас меняли трубы, и как бы появились дыры, может, не все их замазали. И вот они, видимо, через это как-то по-другому перебираются в квартиры. Дыры возле труб есть даже на лестничных площадках. Хотя для грызунов бетонные перекрытия не проблема. И получается, кроме как из магазина, идти крысам неоткуда. Но на все претензии и свой адрес торговцы мясной лавки рубят с плеча. Это вопрос, пожалуйста, начальство. Пускай придет, а не потом. Сейчас мы ничего не сможем говорить. Шипеть не стала продавец другого магазина. Женщина уверена, что крысы кормятся не в мясной лавке, а на местной помойке. Была проверка Роспотребнадзора у нас. Ну, все нормально, все чисто, все на всех устраивали. Девушка приезжала, все проверила, все документы в порядке. Однако жители уверяют, продавцы явно лукавят. Так к Александре 10-сантиметровые крысы добрались аж на второй этаж. После таких зубастых квартирантов, женщина, как никто, была заинтересована в проверке Роспотребнадзора. Они нашли нарушение, сказали, что по данной заявке был выставлен штраф. Вот и все. Но крысы продолжают бегать. Мы выяснили, что торговцы мясом работают здесь на правах аренды. Значит, существует способ, который позволит избавиться не только от грызунов, но и от тех, кто их разводит. Жителям следует снова обратиться с жалобой в Роспотребнадзор. Поскольку это рецидив, собственника помещений ждет уже более солидный штраф. А это может привести к разрыву договора аренды с мясоторговцами. Юрий Шумков, Ярослав Прохоров, Городской дозор. Юрий Шумков, Ярослав Прохоров.